Дорогие друзья, добрый день! Дорогие друзья, добрый день! Сдвинуть с мертвой точки очень многие проблемы, существующие в науке и образовании, и вклад Алексея переоценить невозможно. Хотелось бы, чтобы таких людей было как можно больше, и действительно, я думаю, многое бы получилось. Вообще, я с оптимизмом смотрю вперед, но, тем не менее, работы еще сделано будет немало, прежде чем что-то сдвинется. В общем, ситуация сложная. Провели мы эту беседу в совершенно замечательном месте, в деревне Большие Коты. Ну, как говорят историки и летописцы, правильно говорить, Большие Коты. Но для нас с детства это были Большие Коты. Коты нам как-то ближе. Вот, на Байкале, буквально в трех минутах от берега. И это была конференция Большие Ученые Коты. Там выступали разные ученые. На самом деле, все было сложно в плане техники, поэтому там велась запись. Насколько удачно она успешно велась, я еще не узнавал. Нужно узнать у организаторов. Если запись есть, я постараюсь ее с вами поделиться. Беседа была довольно сбивчивой в плане того, что... С моей стороны, естественно. В плане того, что все это было наскоком, практически спонтанно. И в перерывах между лекциями. И Алексей очень занятой. Даже там, собственно, он был очень занятой человек, который работал на разрыв между делами. Поэтому не судите строго. Я надеюсь, что, в общем, беседа была достаточно информативна в том ключе, в каком мы поговорили. Итак, дорогие друзья, вашему вниманию беседа с Алексеем Саватеевым записана буквально недавно, пару дней назад. Я только вернулся и, собственно, подготовил ее максимально для вашего внимания. Смотрите. Дорогие друзья, мы сегодня... Привет! Тут чуть-чуть произносная травма. Ни с кем-нибудь общаемся. С Алексеем Саватеевым. Больших котов. Больших котов, да. Ну, кому бы народная привычка в больших котах. Здесь сегодня проходит конференция, один из дней конференции «Большие ученые коты». Алексей, для тех, кто не знает, является... Одним из котов. Одним из ученых котов, да. Крупнейшим популяризатором математической и прочей науки в России. И, естественно, всей душой болеет за качество образования у нас. У нас еще крупнейший популяризатор, есть моменты. Я не хочу оскорблять братьев по церкви. Стас наверняка считает, что он крупнейший и тоже совершенно прав в этом. Миссей Бертельон. Доробышевский, я имею в виду. И еще несколько... Популярно север. Да-да-да-да-да-да, я бы здесь не стал... Один из крупнейших, согласен. Один из крупнейших, пардон, у меня тоже бывает. Ну, Алексей очень рад, спасибо огромное. Алексей очень занятый человек, только что закончилась интереснейшая лекция. И имеем счастье сделать короткое интервью. А короткое интервью, идею, собственно, вопроса, который я сейчас задам, ну или тема, на которую мы переговорим, подал невизвестный уже тебе... Учитель математики. Учитель математики, да, Виталий Новомирович Агейчик. Великолепный, замечательный педагог. Я наслышан от Виталия Черникова. И личность, да, Виталия, который мой одноклассник и хороший друг тоже Алексея. Дом, в котором я живу, был бы невозможен без Виталия. Без живого участия. Там все настроено, вот в какого-то момента все настроено под его самым живейшим. Ну и насколько я знаю, фундамент дома заложили свое участие еще другие наши ученые, доктора, товарищи ученые и оценки с кандидатами. Так точно, и это не я, я не умею закладывать, мои друзья доктора. В общем, большие коды, это, можно сказать, в августе это центр. И будем надеяться, что традиция будет работать. Посмотрим, 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 как пойдет. Но в любом случае, в этом году уже все видно, что удалось. Так что, да, друзья, мы имейте в виду, будем надеяться, что в следующем году это уже может быть даже приметы широкий, масштаб более широкий, чем в этот раз. А вопрос, Алексей, такой. Собственно, у нас наболевшая тема в Иркутске, в регионе. На момент 2005 года было 5 или 6 официальных совершенно под эгидой Минобразования. В общем-то, это были школы для одаренных детей. Это были школы и интернаты. Это были что-то вроде подобия Сириуса. И они практически закрыты все. На сегодняшний день федеральный масштаб это Сириус, естественно, работает с одаренными детей. А Байкальская школа тоже закрыта? Вот, которая всегда, мои друзья из Питера ездили, Саша Храбров приезжал. Насколько я знаю, да, потому что... В Слюдянке она всегда была закрыта, да? По-моему, да, потому что сейчас осталось только... Арсений, помоги мне, пожалуйста. Собственно, Персей, да, совершенно верно. Персей, да, понятно. Персей, да, приказ делать все эти созвездия и все остальное закрыли, да? Так вот получается. Что-то вроде того, но, к сожалению, Персей, естественно, по уровню не дотягивает пока до желаемого результата и, может быть, до того, который был не так давно. И я прошу, поделись, пожалуйста, своими мыслями, как эту беду исправлять. В каких-то регионах, собственно, на энтузиастах, держащихся, в Майкопе, насколько я знаю, ректор университета, работает с одаренными детьми, в других городах. Ну, много где работают. Значит, есть одна ключевая проблема. Если все-таки мы будем обсуждать именно вот этот вот, ну, так, условно, верхний сегмент, да, математический, ну, при всем неприятном, при всех, как бы, тонкостях вот такой формулировки, да, будем использовать, что мы, и речь идет о таком, как бы, олимпиадном образовании высокого уровня, то все упирается в то, сколько тренеров вообще существует, которые могут заниматься с детьми на этом уровне. То есть, если речь там идет, например, о проблемах начальной школы, то довольно большая часть этих проблем связана с тем, ну, с недочетами, то есть учителя есть, но то, как с ними обращаются, и вообще все, что говорится вокруг вопросов образования, бессмысленно и неправильно, там, в том числе и зарплата, там, и так далее. На этом, как бы, эту сторону я всегда очень много рассуждал, и сейчас мы говорим о другом сегменте. Вот этот сегмент, в нем вот так просто взять и сказать, давайте сделаем в два раза больше таких школ. Можно формально сделать, но люди, которые будут преподавать в этих школах, которых будет в два раза больше, по уровню был просто недостаточно сильным, чтобы работать с олимпиадными школьниками. И поэтому количество высокоуровневых школ в России пропорционально количеству высокоуровневых олимпиадных тренеров. Ясно. Их мало. Их мало, в том числе, как бы, к сожалению, в связи с политикой их мало, но, как бы, здесь, что мы можем поделать, да, довольно много из них уехало просто два года назад. Понятно. И можно, безусловно, можно вырастить новых, ну, там, какое-то время это занимает, да. И, ну, и, кроме того, на самом деле, на самом деле, Сириус, главный федеральный Сириус, ну, он, в общем, большую часть просто забирает селья. И я не претензий к Сириусу. Сириус – прекрасное место, да, но действительно наличие одного самого крутого центра, оно уже снижает вот это вот чисто возможность, да, для других. Ну, тебя приглашают в Персей преподавать, а у тебя там в июне, ты преподаешь в Сириусе в июле, там, на камнаду, в августе, ну, и все закрыто. У тебя вся, 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 как бы. Вот. Поэтому здесь я бы сказал, что суть именно в наличии очень малого количества людей этого уровня. Но беда еще в том, что были-то прямо вот школы-интернаты, например, была областная школа-интернат в Иркутске, куда съезжались дети, одаренные именно из области. И здесь даже уже не столько был упор на олимпиадную математику, сколько был упор именно на серьезное, усиленное базовое образование. И вызывает очень большую беспокойность как раз отсутствие вот подобных школ. Это другая тема. Это другая тема. Отсутствие базовых хороших школ это именно для всей России. Тут вопрос мы... Значит, вот о каком именно сегменте образования мы сейчас говорим. О работе с одаренными детьми, не только об олимпиаде. Да, я понял. Значит, о работе с одаренными детьми. Но здесь, во-первых, тонкости каждого региона, конечно, надо рассматривать отдельно. То есть я помню в Иркутске, когда Николай Николаевич Штыков проверял, потом был какой-то скандал, в результате которого Николай Николаевич Штыков перестал проверять регион. Ну, понятно, что дальше проверка региона делала с людьми, которые не имеют морального права этим заниматься и проверять неправильно. Но это был конкретный локальный скандал здесь, в каком-нибудь другом регионе. Например, может, у губернатора есть понимание, кто должен проверять и кто не должен. Но здесь его явно не было на тот момент. Я не знаю, как сейчас это, я просто вспомню эту ситуацию, потому что я говорил, что отстранят, у него есть чем заниматься, да? Ну, то есть проблема в том, что человек, который не понимает олимпиадной математики, он не понимает того, что он ее не понимает. То есть он приходит какой-нибудь директор, говорит, давай назло им всем, проверим, нормально проверим региональный этап, да? И он говорит людям, которые просто не могут сами решить ни одной задачи из тех, которые предлагаются, и о какой проверке здесь может идти речь. Ну, то есть, иными словами, первое, есть в принципе недосдача олимпиадных тренеров по стране, и количество имеющихся проектов во всей стране завязано, То есть если в других регионах больше, то в Иркутске будет сложнее строить. И второе, есть еще тонкости, связанные с непониманием местных властей. Но здесь лучше спрашивать, конечно. Спрашивать у них. Можно с Николей Михайловичем поговорить. А идея, например, какого-то федерального движения, прямо вот поддержка на федеральном уровне, формирование целых школ, в которой действительно можно было бы там школы, сейчас, по-моему, школы-интернаты только областного значения могут быть, насколько я знаю, по законодательству. Ну, предположим, вот организация подобных школ для детей, чтобы из области приезжали, учились, поступали потом в вузы. Вот какие-то в этом плане, вообще в принципе, в перспективе могут быть подвижки. Это может быть подвижка, потому что проще попытаться залатать раны наверху и показать, что у нас там тысячи очень способных школьников выпускается, чем латать раны внизу, которые все равно будут заухаться. Но в целом, значит, есть несколько форматов. Во-первых, есть формат базовых школ Иран. Начнем с этого. Значит, базовые школы РАН, ну, в них там традиционно очень большой конкурс, потому что считается, что там будет. Ну, и как бы это определенное давление создает. Ну, там, в Новосибирске, я знаю несколько, здесь я не знаю, какие именно базовые школы. лице ИГУ, скажем, вернее, имеет статус, да, но лице ИГУ, он, по сути дела, такой, на весь город один, и, естественно, он не охватывает количество тех ребят, которые поступают. Десятка, в Новосибирске, да, или нет, или она не базовая. Вот насчет базовости ее не знаю. Здесь надо знать, есть Шелиховские лица и прекрасный, значит, есть вообще такой формат, базовая школа РАН. Дальше есть еще формат, я недавно о нем узнал, школа, ассоциированная с Сириусом. Тоже, значит, вроде как в этом случае есть некая защита. Просто, надо понимать, Министерство просвещения, вот, как бы, вот эти все заведения, они как у двух нянек. Есть Министерство просвещения, которое там задает общий вектор, как учить во всех школах и ни за что не отвечает совершенно. И есть Сириус, который, ну, по крайней мере, для себя считаешь, он отвечает за качество происходящего внутри Сириуса. Ну, и старается вытягивать там, старается помогать тем учителям отдельно, хорошим, которые по стороне есть, вот, и из них забирать ребят и вот, какие-то школы курировать. Ну, таких вот школ, по-моему, по 14, может быть, правильная была бы тактика, например, сильно расширить программу школ ассоциированных с Сириусом. мы сами думаем в этом плане, лучше сделать, да, но так или иначе, все равно некоторое количество хороших школ есть. И, если даже местные власти ничего не понимают, то власти там какой-нибудь соседа в соседнем регионе будут понимать и хорошие учителя текут туда. То есть, это просто как бы, ну, такой сообщающийся сосуд. безусловно, проблема учителей даже в таких школах, о которых мы говорили, там тоже огромная проблема с учителями и существует дефицит просто кадров людей. конечно, они же не могут платить разумные деньги. По 2-3 года затянули. Они, никто не умеет платить разумные деньги. Вот о чем проблема, то есть у нас государством эта задача не поставлена, не решается, игнорируется и вообще заминается под ковер. Все рассуждения об образовании обходят стороной вопрос, очевидный вопрос зарплаты учителям. Ну и, естественно, пока это происходит, мы не ожидаем ничего, кроме стагнации. безусловно, хорошая зарплата решения жилищных вопросов это стимулирующий фактор, мощнейший, который бы позволил создать и конкуренцию среди хороших учителей на конкретное место. Соответственно, и качество обучения бы повысилось, если бы этот вопрос был решен. Когда он на поверхность. Бывает еще инициативы частные, например, новая череноголовская школа в череноголовке сделана на частные деньги, частным бизнесменам, просто патриотам, хорошим человеком, который взял и свой миллиард отдал. На это дело и продолжает отдавать. Что печально только тем, что это частное. это, это, как бы, печаль. Здесь стоит в том, что у нас такое ощущение, что государство полностью устранилось от социальных вопросов, занимается каким-то там бизнесом, не знаю чем. В общем, чем-то, что к целям страны не имеет отношения. Ну, это мы знаем, это мы хорошо понимаем, что там за люди засели в 90-е, и они никуда не делись. Они, к сожалению, никуда не делись. Они никуда не делись, и, видимо, судя по тому, что я вижу последних интервью, никуда не делаются, они потому, что четкая круговая порука. дашь плохое интервью, тебя просто уберут, следующий придет, даст хорошее интервью, а вся машина качество пропасти. Ну, как дальше будет, не знаю, может, знаешь, как с министерством обороны что-то происходит. Ну, да, то есть, на самом деле, друг завтра назначат принципиально другого человека этих всех прогонят в шеюлл. Кто его знает? Это же, совершенно верно, затронул, беда-то в том, что у нас во многих направлениях эта же самая песня, и здесь только... думали, что замена крепких хозяйственников, значит, советских, таких брутальных, крепких хозяйственников, на которыми смеялись, и которых свергали, замена на таких веселых, эффективных менеджеров, это такое решение проблемы всех проблем. А выяснилось, что это, наоборот, начало всех проблем. Совершенно верно. Что тут говорить? Тут все понятно. Человек, который подменяет свое государственное служение воровством, по поводу него уже высказал со столы, и мне нечего добавить. Стоит на и знаменитые. Цитата на эту тему. Вот так, дорогие друзья. Что ж, не столько все грустно, подведем, не стоит подчеркиваться, знаменитый данный. Важно, что просветительская деятельность продолжается, за это в чурину не сажают. И есть деятели, а он сюда не заходит всех повязать, да, вот в соседнем здании, где идут лекции, они спокойно идут. Они спокойно идут, да, и имеют хорошую перспективу. Немножко жалко, что Россия развивается только путем каких-то частных инициатив, а государственные в основном являются полной профанацией точка втирательства в образцовом. Ну, что западет. Впечатление такое, что вот это сего среднего звена чиновника мы как раз очень удобно. Вот сейчас инициатива прекрасна, замечательна. А мы отсчитываемся, есть результаты здесь, если бы и результаты если бы хоть даже у нас не мешали, то было бы вообще. И в общем, даже как там на Олимпиаде международной третье место заняли. Да, да. Ну, здесь, здесь, кстати, надо отместить, конечно, ребят, тренеров, сириус, всю систему надо. Безусловно. Ну, вот и опять же, как ты сказал, китайцы там работают как вот прямо ряд бульдозеров. Идет фронтом. И они подготовят к Олимпиадам так. Ну, прекрасно у них есть понимание на госуровне, как это делать. Может быть, мы бы там просто, да, делали несколько иначе. Государственной чиновник Китая, это государственная чиновник Китая, это вам не наше, это сам, не наше жило. Но хотелось бы, хотелось бы, хотелось бы гораздо большего понимания и поддержки в этом отношении. Потому что наше хорошее, сытое завтра, да, я говорю, сытое завтра, поскольку страна должна быть сытой, чтобы она могла нормально учить и растить эти кадры. Имея в виду, сытое, это обеспечено кадрами и стабильно экономически. Оно невозможно без вот этих самых юных кадров, которые мы должны растить сегодня. Главное зарплатный вопрос, вот я говорю, есть такое решение, простое да нельзя. У Сбербанка прибыль триллион двести миллиардов рублей в год. Это более-менее ровно то, сколько не хватает, чтобы нормально платить всем учителям. Реквестировать и передать учителям. И нас с тобой отведут к ближайшей стенке. Сбербанка не знаю, да ладно, почему? И там же все очень интеллигентны, кто что. Просто скажут, Алина Шмидович, ваше решение нам не подходит. Они накажут нас иначе, да? Нет, нет, но я думаю, что, как сказать, я думаю, что если долго это повторять, то просто Владимир Алина Шмидович попросить лично, Герман Оскарич, ровно так поступает с прибылью Сбербанка. И все, и проблема с прибылью Сбербанка. И все, и проблема с прибылью Сбербанка. Замечательная. Еще один вопрос, Алексей. У меня, он родился во время твоей лекции. Некоторое время назад, вообще, в принципе, периодически натыкался на то, что формулировки некоторых олимпиадных задач отсутствует математическая конкретика. так вот у меня вопрос. Как так? Один пример. Не столько лингвистическая конкретика. Лингвистическая конкретика. Мы пустились в рассуждение. А вот с лингвистической точки зрения так и не стал возражать, поскольку хотел сказать как раз конкретно с лингвистической точки зрения. Да нет, на самом деле, то, как выражают мысли даже очень способные некоторые олимпиадников, порой вызывают большие вопросы, как говорят. То есть, русский язык это абсолютно необходимая часть школы, как и все другие предметы. Вот именно. То есть, дорогие юные математики, не предупрегайте значение в русского языка. А я всегда исправляю чиновников, они всегда, никогда чиновник, чиновник российский никогда не выделяете и причастные обороты, и причастные, вообще никогда, запятыми. Это вот такое свойство, да? Как класс. То есть, они все неучи, все совершенно, недоучки. И я постоянно их поправляю. То есть, они недоучки не только в математике, в русском языке тоже. Ну да, расслугам зато входило, анекдоты жизни, когда расслугам зато, будучи еще депутатом, да, совет депутатов народных, так говорили, съезды, все говорили, вот все какие безграмотные ходят, говорят, там, мне одно кофе, мне одно кофе, один, расслугам зато, один кофе, и два булочка, и два булочка, да или так вот. Да, 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 конечно. Алексей, огромное спасибо. Я надеюсь, как-нибудь, когда-нибудь, может быть, в онлайне найдется, время мы еще что-нибудь, о чем-нибудь поговорим. да, надо, там, осень совсем тяжелая, но вот сейчас, видишь, как хорошо получилось. Отлично получилось, но может в районе, где-то там, плюс-минус нового года, что-нибудь, и как-нибудь, я опять же буду здесь. прекрасно, дорогие друзья, но вы нас простите за такое интервью, насколько у нас полевые условия. Полевые, иркутские условия, да, вторая родина. Мы здесь, да, между конференцией, лекциями, Байкалом, хорошей, замечательной баней, кучей массы, разнообразных мероприятий, я уже даже и говорю, то не совсем стройно. Скрипер утром был. Да, утром было, без травм обошлось. Надя, на плечах кащели почти всю дорогу. Прекрасно, по зеркалам ходили, нет? По зеркалам? Ну, вот по отвесным скалам, то вот эти зеркала, которые прям, тропинка идет по краю, там вот отвес идет. Сейчас, ну, мы шли на скрепер, обычный какой? Обычный? Да. Ну, вот мне там таскали в свое время, прям по зеркалам, там кое-где, да, но ты как бы можешь идти твердо по тропе, ты никогда не денешься. Ходите твердо по тропе, как по научной, дорогие друзья, так и по всем остальным. Алексей Джорас, огромное спасибо, очень рад. Удачи каналу, все дети. Береги руку. Конечно, конечно, все пройдет. Счастливо, друзья. Дорогие друзья, вот так мы поговорили, вот такой Алексей, буквально, каков он на экране, каким вы его видите, и на его канале, каким вы его видели, сейчас он буквально такой же и в жизни. Совершенно такой же человек, столь же коммуникабельный, очень здраво, быстро и свежо мыслящий, выражающий мысли, лекции его, это что-то потрясающее, интересное. в общем, о чем я могу вам сказать, в свою очередь, тоже пишите, бейте в колокола, разговаривайте с администрацией школы, требуйте работы в нужном направлении, глядишь, совместно, общими усилиями, мы чего-нибудь с вами и добьемся. Надеюсь, что с Алексеем мы еще не один раз запишем беседы, все дело в том, что он просто крайне занятой, в течение семестрового времени у него практически не хватает времени на отдых, поэтому в общем будем стараться в краткие часы отдыха улучшить несколько минут и записать с ним очередную беседу. Дорогие друзья, если у вас есть желание и возможность, я прошу вас оказать посильную финансовую помощь моему каналу, особенно в этой ситуации, когда кроме вас никакой другой помощи уже в общем-то и не осталось и ждать ее больше ниоткуда. Сделать это можно по номеру телефона через систему безопасных платежей, номер телефона указан в описании к выпуску, также это можно сделать по номеру банковской карты, четыре номера карт указаны также в описании к выпуску и через ссылку в донейшн. Алертс, этот сервис позволяет в том числе делать переводы, осуществлять переводы из ряда иностранных государств. Задавали вопрос, как это можно сделать из Турции, из Турции это можно сделать в общем-то и по номеру карты Турция, насколько я знаю, позволяет это делать и естественно через донейшн. Алертс. Еще я прошу вас, прямо прошу вас, подписывайтесь на мои каналы, которые находятся на других платформах. В этой ситуации, когда многие утратили возможность нормально смотреть YouTube, я все больше и больше склоняюсь к мысли, что это блокировка именно с нашей стороны и дело даже не в состоянии серверов Google в России. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на Routube. на Routube в первую очередь рекомендую в ВК, в ВК-видео, ну и в Дзен. Дзен самая враждебная ко мне сейчас платформа, они как могут меня собственно прижимают и блокируют, отказывают в монетизации, отказывают в рекомендациях под разными совершенно предлогами одним словом. Но там, тем не менее, канал есть и я надеюсь со временем все эти вопросы с ними решить, потому что такого отношения от российской платформы к русским пользователям быть не должно. Теперь, дорогие друзья, как всегда, от всей души всем своим добрым подписчикам желаю быть живыми, здоровыми, больше радоваться всем вашим близким желаю буквально того же. Будьте здоровы, пусть все будет хорошо, до скорой встречи, как всегда, искренне ваш, я, автор и редактор этого канала Дмитрий Золотарев. Субтитры сделал DimaTorzok